МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, как тебе дела с Ленькой? Как седание прошло? Да отлично все, отлично. Сходили в ресторан, подарил цветы, проводил домой. Слушай, она тебя по этой схеме уже два года разводит. И вообще ощущение складывается, что она как проголодается, так тебе на свидание идет. Ой, а ты прям знаток, да? Прям знаток. В 18 лет на моей сестре женился и все. Ну так ведь женился. Или ты думаешь, я до сих пор ее додумал, провожая, потом к себе обратно в общагу иду? Знаешь, я просто считаю, что футболист, который забил всего один гол, не может преподавать в школе для нападающих. Да, один гол. Ты знаешь, сколько у меня женщин было? Ну, до твоей сестры. Ну. У меня их как листьев на дереве было. Как листьев? А у меня тогда как звезд на небе. Ага, звезд на небе. В пасмурную ночь. У меня женщин было больше, чем у всех мужиков в этом ресторане, вместе взятых. Вот так вот. Эй, дорогой, зачем так говоришь? Крупоманка знаешь, да? Так вот у меня за это лето семь мешков было. Милая дама, позвольте восхищенному вами кавалеру в это солнечное утро угостить вас чудным завтраком. Чё? Семак, будешь, говорю, угощаю. А, нет. Спасибо, я худею. Серьезно? А зачем? Ну, чтобы особо любопытные не замечали. Ага, так тем более возьми семок. Они диетические, на пару. Я после шести не ем. Так я тоже после шести не ем. Да ладно. Честное слово, после шести я аж до одиннадцати не ем. Ну, стараюсь больше пить. Ну, пока продают. Понятно. А чё делаешь вечером, слышишь? Телек смотрю. Скажи честно, парень у тебя есть? М-м-м. Как у такой милой, очаровательной и умной девушки нету парня? Сдох гадёныш от счастья. Чё там? Как там? Где там? Что там? Мужчина? Здесь не конкурс экстрасенсов. Я мысли не умею читать. Вы фамилию скажите? А, бобенка. Бобенка. Здесь бобенка, там бобенка, везде бобенка. Бобенка. Всё. Палец пришили обратно, завтра выпишем. В смысле? Женщину с инфарктом привезли. Вы ей палец пришили? Значит, не та бобенка. Другая бобенка. Бобенка. Да, вот, утром поступила женщина. Оперируют. Оперируют. Бобенка? Да, да, бобенка. У меня для вас плохая новость. На третьем часу операции ваша мама... Это не мама, это тёща. А, тогда у меня для вас прекрасная новость. На третьем часу операции... Скажите, пожалуйста, а этот автобус идёт до западного микрорайона? Идёт. Так мы, выходят, земляки, бабуля. Выпьем за знакомство, а? Ну как тебе не стыдно? На улице лучше светло, а ты уже глаза залил. Не завидуй. Ну, в общественном месте народ кругом. Ну, приехал бы домой, дом бы пил, сколько влезет. Дома мне пить Вера не позволяет. И вот какая же такая у тебя Вера? Да жена моя, Вера Александровна, не понимает, дура, что водка – это же первейший напиток. Вот, если что угодно водкой запить, никакая зараза к тебе не пристанет. Ну, кроме ментов, конечно. Слушай, а давай выпьем за водку, а? Ай, пожалуйста, мужчина, за проезд. Ну, как скажешь, хозяйка. Ну, за проезд. Значит, гражданка Петрова, вы являетесь единственным свидетелем о нападении маньяка на Елену Иванову. Мы понимаем, что вы лучшая подруга потерпевшей, но, пожалуйста, возьмите себя в руки и расскажите, как все произошло. Тем вечером я надела черные колготки, черную блузку и черную юбку, потому что черная стройнит. А Ленка, она надела все белое, потому что с чего-то взяла, что она стройная. В какой момент появился маньяк? Маньяк? Ну, видимо, недавно. Потому что мы там каждый вечер гуляем и всех знаем. Ну, был, конечно, как-то раз пара придурков, но так, чтобы маньяк, такого не было. И лицо у него, знаете, какое-то неместное. Ну, поясните, что значит неместное лицо? Ну, как, у местных лиц-то какие, пьяные, небритые, а этот, у него чулок на все лицо. Что было дальше? Дальше? Дальше маньяк схватил то, что первое увидел. А первым он увидел Ленку, потому что она вся в белом, а я рядом в черном, меня не видно, потому что лампочек нету. Значит, маньяк схватил вашу подругу. А что вы? Что я? А я стою такая, как дура, опять одна, без пары. Семен Иванович, Тебеньков, проживающий по адресу Красногвардейская, дом 5, квартира 15. Вы забыли сказать, в синих трусах и в правом углу ринга. Господин Тебеньков, тут такое дело, соседи на вас жалобу написали коллективную. А что они сами ко мне не подошли? Просто поговорили бы по-человечески. Да просто по-человечески они вас боятся. А что они меня боятся? Ну, они, наверное, думают, что вы все вопросы кулаками решаете. Я вопросы головой решаю. А не видели на той неделе, как вы с каким-то мужчиной вопрос головой решили? Он первый начал. Вот ваши соседи и хотят первыми начинать. Меня послали. Чего? Они тебя послали? Хочешь, я с ними разберусь? Не надо. Не надо. Вы лучше разберитесь с визгами, которые по вечерам доносятся из вашей квартиры. Так, а что разбираться? Это я кота купаю? Я тоже кота купаю. Но он у меня так не орет. А когда вы его выжимаете? А я, парни, один раз в Африке охотился. Иду, главное, так. И вижу, из-под леска на меня носорок летит. Вот такой вот. И чего? Ну, я дробовик к плечу. Как шарахнул ему между глазами. Отдачи-то сильного дробовика. Меня отбросило, я метры прилетел. И я ба-ба-башкой шарахнулся. И сознание петел. Нет, с носорогом что? Честно говоря, я не знаю. Но местные вот эти с копьями пигменты. Пигмей. Пигмей. Рассказывали, что напугал я его сильно. Он у них полдеревни разнес. Всю их водку пальмовую выпил. И всех бабу подоптал. Это от испуга? Не иначе. От испуга? Не иначе. Я смотрю, вы как дети. Серьезно. Вот на меня однажды лев бросился. И я не сдрифил вообще. Я тебе говорю. Я подошел к нему вообще вплотную вот так вот морда к морде. Без всякого оружия. И так вот ему бычок обпитал. И затушил. Да ты гонишь. Я тебе говорю. Да чем закончили-то? Да чем-чем. Да выгнали нафиг из зоопарка. Оленька, вы такая интересная женщина. Угу. С прекрасным чувством юмора. С такой потрясающей внешностью. Катарин. Катарин. Начальником. Извините. Да, слушаю. Сколько? Ага. И еще и НДС. А как это посчитать? Сейчас, Оленька, вот скажите, пожалуйста, я, к примеру, вам дам 54 тысячи долларов. Угу. А за минусом НДС что в этом случае снимается? Все. Все, кроме сережек. СМЕХ СМЕХ Ну, прошу к доске. Так, а, вот. Это тут пятый номер. Колю, я слушаю. Извините, но я не знаю, как это сделать. Девушка, милая, мы только что два часа об этом разговаривали. Неужели так трудно разложить квадратный трех член? Извините, я, я не то что разложить, я представить себе его не могу. СМЕХ 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 Оу, НО! А? Лен, ну сколько можно? Ну прекрати! А что я сделал? Поторопил нашу дочь. Мы ее уже полчаса ждем, пока она там оденется. Ты же знаешь, у девочки переходный возраст, не все ей подходит. А характером она в папу, кстати. Зато аппетитом в маму, кстати, поэтому ей ничего не подходит. Кладу, хватит. Лучше помоги мне вот этот дурацкий кроссворд разгадать. Хорошо. Гагн, 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 гагнстал, как пишется? Гангнам. А что там за вопрос? Великий монгол, покоривший весь мир. Гагнстал, как пишется? Чингисхан. Он монгол. А этот гагн, гагн, мамстайл. Он кореец. Точно. Я думаю, что не влезает? А вот еще одно слово из трех букв. Длинный, твердый, на и кратко заканчивается. КИ. Длинный, твердый, на и кратко заканчивается. У тебя ластика нету? А что ты написал? Длинный! Значит, вы утверждаете, что в вашу квартиру пробрался вор? Ну да, грязь на подоконнике, на полном, на ковре. Форочка выбита. Так, ваша фамилия, имя, отчество? Петров Петр Сократович. Так, где работаете? Старший научный сотрудник НИИ, научно-исследовательского института биоинженерии мозга. Вы сократите. Так, и что у вас пропало? Ну что, у меня многое пропало. Пропала, во-первых, достойная зарплата, потом путевка бесплатная пропала в санаторий. Пропало вознаграждение за научное открытие. То есть, обещали мне, а дали начальнику института. Вообще, я вам должен сказать, что пропало уважение к отечественной фундаментальной науке. Так, стоп, 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 подождите. И что, все это у вас вор украл? Да при чем здесь вор? Это государство. Слушайте, прекратили вынести эту вашу пургу. Я вам конкретный вопрос задал. Что у вас украл вор? Ты что, он у меня вообще мог украсть. Кроме семи килограмм диссертации, я имел телевизор. Горизон точно с третьего года производства. Это, кстати, самая новая вещь в моей квартире. Так какие у вас тогда претензии к нему? К вору? Ну? Никаких. Милейший человек. Добрейший. Я никого лучше с 83-го года не встречал. Он мне тысячу рублей на холодильнике оставил. Или записку. И что, записки? Записки написано. Так жить нельзя. Пишем дальше. Экипаж танка состоит из трех человек и кота. А почему кота? А это вы спросите рядового Сулейманова, который прибор ночного видения сломал. Вот теперь будете возить с собой кота. Он вам будет дорогу показывать. Коты же в темноте видят. Пишем дальше. Экипаж танка располагается в башне надежно закрытой крышкой кастрюли. А почему крышкой кастрюли? А вы-то у рядового Сулейманова спросите, который крышку люка оторвал. Пишем дальше. В танке главное. А, кстати, рядовой Иванов, что главное в танке? Орудие. Неправильно. Рядовой Сидоров, что главное в танке? Броня. Неправильно. Рядовой Дронов, что в танке главное? Гусеницы. Неправильно, в танке главное не бздеть Это касается всего экипажа, включая кота По этой причине рядовой Сулейманов крышку люка и сломал Кстати Друзья, сегодня мы провожаем в последний путь дорогого Ивана Сергеевича Давайте попрощаемся, помолчим Слышь, короче у нас случай был один, хоронили как-то учительницу Охотно, зима, Михалыч говорит, подождите, сейчас я шапку одену И тут из гроба, не одену, а надену И Кей, с тех пор Михалыч перестал ошибки в русском языке делать И посидел еще Ты что? Да А вот еще случай был, короче, хоронили футболиста К гробам в яму только с пятого раза попали Начали закапывать, а там шепушение какое-то, что-то Открываем крышку А он вот так вот рубашку с пиджаком на голову натянул Как будто колу празднует Колян, ты, ты-то меня так не пугай, слышишь, Колян А то я ночью спать не буду Слышишь? Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри на покойника, смотри Ну видишь, что баксов торчит из кармана Тихо, смотри Давай, я их сейчас отвлеку Так А ты эти денежки-то заберешь Так А? Ага Давай Граждане Это вот не ваш оркестр там ходит Стоять Налоговая полиция, контрольное захоронение Милый Дорогой А что это ты так рано Ты сказал, допоздна на работе задержишься Ну вот, решил вам сюрприз устроить А ты, ты меня на вы называешь Ну я как вот плащ мужской в коридоре увидел Сразу зауважал тебя Думаю, ну вот, моя молодец Ни дня не теряешь. Живёт полной грудью. Плачь, какой плач ещё. Где он? Здесь никого нет. Не веришь? Можешь на балконе посмотреть. А, значит, на балконе эта сволочь не спряталась. Хорошо, понятно. Ну ничего, у нас квартира 50 квадратов. Далеко не убежишь? Где ты, трусливая сволочь? Что? А? Страшно мне в глаза посмотреть. Не можешь, как мужик, выйти и сказать, это я нашкодил. Не кипятись, не кипятись. Здесь никого нет. Никого нету. Никого нету здесь. Да. Я тебе последний раз спрашиваю, где он? Где? Будь у меня пистолет, и застрелил бы тебя, сволочь. Будь у меня нож, я бы тебя зарезал, гад. А ты меня забодай. Забодай, забодай. Мамуль, а ты чего тут сидишь? Там сериал начинается. Ты жила из собственного дома, выжили. Да что ты такое говоришь-то? С Олегом, что ли, подсапались? Да твой Олег вообще с катушек слетел. С ним же находиться рядом страшно. Что случилось? Да чтоб я не сделала, все не так. Хотела пропылесосить, включила пылесос. Он как скотчет, как ошпаренный, как закричит. И что кричит? Что-что? Мама, нельзя ли это сделать попозже? Я только что прилег. Я что, виновата, что ночью не спит? Но ведь он работает, мам. Что ж, по ночам пылесосишь, что ли? А еще он меня в ванну не пускает. В смысле не пускает? Ну, прямом. Я только зашла. Он ведь, как закричит, мама, закройте дверь. И что он делает там в ванне? Я только что помыла ее, а? Да я думаю, ничего страшного не делает. Вот пойдем сейчас вместе и убедимся. Нет, не убедимся. Потому что он там сидит в полной темноте. И свет категорически не разрешает включать. Мам. Так ведь он там, наверное, фотографии печатает. Представляю себе какие-то фотографии, если их можно печатать только в темноте. Ну что, за меня уже выпили, давай за тебя. Желаю тебе долгих лет и прям счастья. Спасибо. А больше не знаю, что тебе желать. Все у тебя вроде бы есть. Ох, завидую я тебе, везучий ты. Ну что значит везучий? Это ж не только везение. Это еще и упорный труд. Кровью и потом, так сказать. Да, и немного дяди Анатолия Петровича. Ну что ты начинаешь, а? Думаешь, что если у меня дядя министр, то все, все мне бесплатно досталось? Нет, нет, ты что? Конечно нет. Все по очень высокой цене. И машина, и яхта, дом. А был бы он сторожем. Разве потянул бы такую цену? Ну вот это. Ну ты же не знаешь, что говоришь. Быть племянником министра, это знаешь, какая ответственность? Давай тогда выпьем за то, чтобы эта ответственность не стала уголовной. Моя, тепло тебя навезли. Давай выпьем за самое святое. За дядю Толю? За то, чтобы достойно прожить жизнь. Чтобы построить дом, вырастить сына, посадить дерево. И знаешь, что здорово? Вот несмотря ни на что, я все это успеваю. Дом я построил, сына я ращу. А дерево? А с деревом развожусь. И запомни, Сидоров, любого водителя на этой дороге ты можешь смело штрафовать. Ну, товарищ капитан, ну что он ничего не нарушил? Ты не понял? Дело не в нарушении. Дело в том, что это наша дорога. Ты историю учил? В старину княжеская дружина собирала дань со всех, кто проезжал через владение князя. Слушайте, ну, товарищ капитан, сразу стрёмно как-то тормозит крутые иномарки. А если там крутой кто-нибудь? Так это же даже хорошо. Раз крутой, значит, спешит. Он же не будет ждать, когда ты протокол составишь. Да с бабла и уедет. Вот, смотри, как я вон того крутого сейчас, как я с него дань возьму. Капитан удалой? Здрасте. Так, почему скорость превышаем? Кто превышает? Да у меня круиз-контроль стоит. Я быстрее 60 не могу. О-о-о. Тем более у вас, я смотрю, и радара нет. Да? Ну, а ремень безопасности только что пристегнули? Здесь модель такая. Не пристегнёшься, не заведёшься. Модель, понимаете? Модель. Интересно, а какой комплектации аптечка у этой модели? Родимый, а ты чё, приболел, что ли? Да. Вот и желудок, что ли. Осторожней на дороге.